Давайте поговорим о японской загадочной душе. Она очень отличается от европейской Японии. И мудрецы очень отличаются от европейских, и мудрость их отличается. И вот некоторые высказывания из японских мудрецов, если можно, чуть-чуть прокомментируйте их. Лучше быть врагом хорошего человека, чем другом плохого. Ну, это верно, для тебя полезней. Лучше быть врагом хорошего человека, чем другом плохого? Да, ты от него можешь многое научиться. А другом плохого, конечно, это хуже всего. Кто сильно желает подняться наверх, тот придумывает лестницу. Да? У нас так же это должно быть. Найдет, как подняться. Муж с женой должны быть подобны руке и глазам. Когда руке больно, глаза плачут. А когда глаза плачут, руки вытирают слезы. Красиво. Красиво, мне тоже понравилось. Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит без цели кого-то согреть. Это так? Ну, это смотря как смотреть на это. Это все-таки же все относительно человека. Без цели, с целью. А если говорить о тепле Творца, исходящего из него, неужели не от цели? То это все абсолютно продумано и заранее предусмотрено. И с целью согреть? Исходя из конечной цели, из конечного состояния, приходят к нам все промежуточные состояния, двигающие нас к этой цели. Даже если меч понадобится один раз в жизни, носить его нужно всегда. Да, вот это верно. Именно потому, что ты будешь его носить всегда, ты будешь готов раз в жизни использовать его. Горе, как рваное платье, надо оставлять дома. Не показывать горе, они говорят. Человек не может не показывать горе. Это культура отношения к миру, к жизни. То есть меня ничего не поколебает. Когда есть любовь, язвы от оспы так же красивы, как ямочки на щеках. Да, любовь, она сглаживает абсолютно все. Все прегрешения покрывает любовь. Никто не спотыкается, лежа в постели. Лучше всего лежать. Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим, вот они говорят. Да, это верно. Потому что остальные могут тебе понять, а эти нет. И последнее, то, что я выбрал. Когда родители трудятся, а дети наслаждаются жизнью, внуки будут просить милостыя. Это верно. Вообще это относится к нашему миру сегодняшнему. Родители работали. Нельзя ничего давать детям бесплатно. Да? Вот это вот есть такой закон, да? То есть надо, чтобы они заработали. Толкать их всеми силами на обретение специальности и на освоение жизни. Пока ты существуешь, чтобы они уже сами строили себя. И это называется любовью к детям? Да.